Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы Форонор, и в этом видео у нас дуэли за стражем, он же Варден. Лично мне данный герой нравится в первую очередь из-за его внешнего вида, ну что это такой знаете, брутальный и суровый рыцарь в полном доспехе и с полуторным мечом прям, ищ! Хе-хе, но при этом Варден еще и один из самых сильных героев в этой игре, входит в так называемый эстир, ну это топ самых сильных героев Форонора, и в эстир он входит наряду с завоевателем, вордигером и берсерком. Но если говорить более подробно о списке приемов стража, то данный герой имеет двойные легкие атаки с боковых стоек, попадет одна атака, попадет и вторая. Еще у Вардена есть неблокируемая тяжелая атака с верхней стойки, которая завершает серию, и которую можно довольно-таки эффективно отменять с последующим гардбрейком, или например с зоной атакой. Кстати, зона атака у стража тоже очень хорошая, довольно-таки быстрая, и при этом цепляет врагов на таком широком радиусе, что может быть весьма полезно, скажем так. Ну вот как сейчас, например, просто эту Набуши в полете сбил зоной атакой. А еще у стража есть напрыг на врага с мечом через ворот вперед в тяжелую атаку. Это нужно для того, чтобы догонять убегающую цель, или если противник вдруг решит от тебя кататься колобком по всей арене. И как раз-таки этот напрыг с мечом нужен для того, чтобы бороться с подобным. Но главным приемом Вардена, вокруг которого вся боевая механика данного героя и крутится, и который и выводит стражевый стир, является толчок плечом. И для выполнения толчка плечом на страже нужно всего лишь увернуться в любую сторону и нажать гардбрейк, после чего страж устремится на врага своим могучим плечом, толкнет его. И будет возможность нанесения гарантированного удара, если этот самый толчок, конечно, попадет по противнику вообще. И у толчка плечом Вардена есть две особенности, которых нет у неблокируемых толчков других героев. Во-первых, толчок плечом страже можно зарядить, удерживая кнопку гардбрейка. Ну тут вся фишка в том, что если ты после ворота быстро нажимаешь кнопку гардбрейка, то и Варден быстро устремляется на врага со своим могучим плечом. И если такой толчок попадет по неприятелю, то можно будет нанести ему гарантированные две легкие боковые атаки. Но если ты кнопку гардбрейка удерживаешь, то толчок плечом получается уже куда более суровым и брутальным с возможностью нанесения гарантированного тяжелого верхнего удара аж на 40 хп. Ну а второй особенностью данного приема является то, что толчок плечом можно отменить в любой момент зарядки данного приема. Ну с последующим гардбрейком или с той же зоной атакой, например. Ну и еще добавлю то, что толчок плечом в заряженном варианте, когда ты удерживаешь кнопку гардбрейка, имеет гиперброню. Ну то есть данный толчок могучий является несбиваемым. Не, ну враг может попытаться сбить данный толчок какой-нибудь легкой атакой, но ничем хорошим это для него скорее всего не закончится. По стражу урон конечно пройдет, только пройдет и его мощный толчок с последующим тяжелым верхним ударом на 40 хп. И в итоге противник стража постоянно должен угадывать, что же Варден сделает в данный момент. Или быстрое плечо, или могучее плечо заряженное, или отмену плеча. Попробуй угадай. Так, сейчас моим противником значит будет завоеватель. Еще один товарищ из эстира кстати говоря. Ну да ладно, играя на страже, весь геймплей строится на том, что... Лол, что это было только что? Какая-то максимально нелепая хрень была. Так вот, когда ты играешь за стража, твой геймплей строится на том, что ты пытаешься своим плечом обмануть неприятеля. Ну а твой противник, в свою очередь, собственно, пытается не обмануться твоим плечом. Вот сейчас я противника обманул, зарядив плечо, отменив его и кинув гардбрейк. Довольно-таки удобно на увороте ловить товарищей. Ну если ты видишь, что твой противник просто уворачивается, только завидев твое могучее плечо, то имеет смысл это самое могучее плечо отменять и кидать после этого гардбрейки или ту же зону атаку, например. Тоже очень хорошо работает. Тут самое главное, чтобы выносливости хватило. Ну вот опять же, отмена плеча, зону атака и минус завоеватель. Еще знаете, что круто? А то, что толчок плечом у стража является одновременно и оборонительным, и наступательным приемом. Ну а оборонительным он является потому, что ты вот, например, уворачиваешься от неблокируемого толчка щитом того же завоевателя или вортигера. И после этого уворота сразу же выполняешь толчок с последующим гарантированным уроном. Ну вот смотрите, увернулся, толкнул и две легкие атаки с боковой стойки. И по факту страж это один из немногих героев, которые могут наказывать бесконечный спам того же вортигера. Собственно говоря, поэтому я сейчас на страже и играю, поскольку надоели эти вортигеры уже почти в каждом матче, которые просто берут и тупо своим щитом спамят. Вот страж за подобное наказывает. Ого-го как. Чувак, ты уверен, что возле уступа хочешь стоять? Да. Ну кто ж ему виноват? Ну да ладно, давайте вернемся к стражу. В английском языке есть фраза, в которой как раз таки можно данного героя писать. А именно, easy to learn, hard to master. Ну это означает то, что именно на базовом уровне стража освоить довольно таки просто. Ввиду малого количества и простоты его приемов. Но вот именно, чтобы играть за этого героя на каком-то высоком уровне, ты уже должен изучить все тайминги и понимать, как вообще думает твой противник. Забавно, мой противник сейчас два раза на одно и то же повелся. В общем-то, умение читать оппонента, это, пожалуй, самое главное, что ты должен уметь в фуроноре. Если ты хочешь более-менее хорошо играть в данную игру на каких-то высоких уровнях. Если что, я, кстати, сейчас играю на 60-м престиже. Общий престиж у меня 60-й. Но мы противники в этих боях даже выше меня по престижу. Здорово. Всю камбу словил от этой валькирии. Ну вот, к примеру, я уже понял, что эта валькирия никогда не уворачивается от быстрых толчков плечом. Я просто могу спамить. Замечательно. Кстати говоря, да, когда ты на страже первую легкую атаку наносишь с одной стойки, а вторую с другой, это одна из главных ошибок, которые ты частенько допускаешь в пылу сражения. Ну, случайно переводя мышку просто. Второй легкий удар в серии у стража очень медленный. Если он наносится с другой стойки, испарировать его никакой трудности не представляет, как вы уже, наверное, заметили. Ну и да, при всем при этом стоит отметить то, что толчок плечом у Вардена наказывается гардбрейком. Вот, как вы можете заметить, любой герой, если он вернется вовремя, просто возьмет стража в гардбрейк и сможет дать ему тяжелую атаку. Эм. Что ты делаешь? И понятия не имею, что эта Валькирия пытается добиться. Ну, раз она от быстрых толчков плечом никогда не уворачивается и ждет заряженного толчка, у нас есть адекватный ответ на это. Вперед, спам! Поехал, спам! Вот еще эти парирования. Тюк по макушке. Я думаю, ее это научат в следующий раз от быстрого плеча уворачиваться. Так, ну что у нас? Завершающий матч с этой Валькирией. Так, этот лайт я мог просто спарировать. Забавно, что после пары спарированных лайтов она продолжает ими спамить. Ну да ладно. Нет. Гиперброня. Как раз таки в тему того, почему плохая идея пытаться сбить заряженное плечо стража какой-то легкой атакой. Ну вот ты, приплыла, дорогуша. Нет, не приплыла. Ну ладно, давайте продолжим. Сейчас попробую снова заряженное плечо просунуть. Да, снова гиперброня сработала. Ну вот как-то так. Думаю, еще один бой и все на сегодня. О, финальный босс появился. Сейчас мне рожу ломать будут. Возможно, даже с треском. Кстати, я его уже мог скинуть, но мы вроде как по чести тут играем, так что ладно. Да, мой противник сейчас это Вортигер. По моему скромному мнению, это самый сильный герой во всем Форронер. Ну, с учетом того, что Вортигер просто ворвался в эстир сразу после своего выхода. И до сих пор там остается. Не я один так думаю, судя по всему. Ну, этот раунд еще более-менее прошел на самом деле. Странное у него решение начать с этой атаки. Еще и толчок плечом заряженный пропустил. Нет? Вот против Вардена толчок щитом не работает. Лучше, товарищ, придумай что-нибудь. Товарищ? Товарищ? Ладно, я тогда что-нибудь придумаю, если ты не хочешь. Я так понял, этот Вортигер просто решил включить режим черепахи против меня, когда понял, что спам щитом не работает. Ну, Вардену-то еще более-менее, поскольку он Вортигера контрит. А вот другими героями играть против Вортигера, это просто боль. Поскольку большинство из персонажей вообще ничем не могут ответить на спам толчка щитом этого нехорошего товарища. Вот у Вардена хотя бы ответ есть на подобное. Ну-ка. О, я понял. Это та самая часть, которую я по рожу получаю. Просто с одного толчка щитом Вортигера четверти выносливости, как не бывало. Тюкс. Ну, в любом случае я смог победить. Ну и да, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok